Смотрите, стоя — это самый простой способ неподвижного положения. Просто стоишь и не двигаешься. Второй вариант — это уже йога, понимаете? То есть есть разные асаны. Допустим, самые простые — это, вот, допустим, встал на колени, просто на колени, встал, спина прямая. Это неподвижное положение тела. Если ты неподвижно стоишь, ты вырабатываешь просто терпение. Если встал на колени, вырабатываешь принятие. Если хочешь вырабатывать силу воли, тогда еще сядь ниже. Это называется поза алмаза. То есть ты на ягодочках сидишь, на ягодицах своих у тебя полевая сила пошла вырабатываться. С чего лучше всего начинать? А с чего катить? Лучше легче все стоять просто. Все самое простое – это стоять. Теперь следующее положение тела называется поза бабочки. Стопы вместе, колени брось, спина чуть-чуть согнутая. Поза бабочки. Стопы вместе, вот так. Дети так часто сидят. Стопы вместе, колени брось, спина чуть-чуть полусогнутая. Поза бабочки. Нужна для чего? Для того, чтобы войти в гармонию с этим миром. Вырабатывать спокойствие, все хорошо, все классно. У женщин сразу гормоны начинают работать. Самое лучшее положение для беременности, для зачатия. Поза бабочки. У мужчин успокаивается половой желание. Это совет мужу, женщине, которой он ее замучил уже. Ну, то есть вот поза бабочки и до свидания. Он как бы все классно. Он… Успокаивается чувство, все желания. Просто поза бабочки охлаждает. Вот почему у мужчины, ну как бы сильно много сексов хочется. Потому что у него перебиваются нижние психические центры. Поза бабочки охлаждают. Статические упражнения все охлаждают. Статика охлаждения дает организм. Вот поза бабочки все охлаждает. Теперь, если хочешь увеличить концентрацию внимания, тогда или полулотос поза. Одну ногу на петро положил. Или лотос две ноги закрутил. Лотос это сложно. Это надо уже с инструктором. А полулотос все могут так сидеть. И тогда концентрация. Ты все изображаешь, все понимаешь. Так что делать? Разводиться или нет? Хорошо. И подвижное положение тела. Села. Плюс молитва. И все поняла. Потому что сосредоточенность пошла так. Разводиться это плохо. И разводиться это хорошо. Но жить с ними я тоже не могу. Тогда дистанция. Живем подальше. А какой первый тип старения? Первый тип старения это лишний вес. Потом дальше. Второй тип старения это жар. Потом напряжение. Третий. Все мои хорошие. Поехали дальше. Теперь. А? Можно еще немножко про сахарный диабет в стадии? Сахарный диабет, понимаете. Это болезнь перегрева поджелудочной железы. Давайте я не буду сейчас про болезни сильно рассказывать, дорогие друзья. Мы лекцию потеряем. Но если вы спросили, я скажу. Самая лучшая диабетчику питаться зеленью. Ну то есть зелень это пища, которая охлаждает человека лучше всего. Все зеленое, начиная от листьев, заканчивая огурцами, авокадо там. И все, что зеленый цвет имеет, надо есть как можно больше. И надо иметь в первое дело с водой. Больше с водой. То есть есть еще, есть пассивные виды очищения. Пассивные виды очищения это когда, ну статические упражнения заменяет вода просто. В бассейне или в ванна. Понимаете, вода заменяет статические упражнения. А когда человек находится в бане, ну то есть парится, это динамические упражнения заменяет. Понятно, да? Вот. А тост заменяет, ну в какой-то степени заменяет, допустим, монодиет, там носоки, допустим, на каком-то сидишь. В какой-то степени. То есть это для детей. Ну, допустим, ребенок не может летельно двигаться, да? Но он напряжен. Ему нужно длительное движение. И ему нужно неподвижное положение тела. Он напряжен. Значит, ему что надо? Ему нужна теплая вода и холодная вода. Теплая вода и холодная вода. И так его расслабляет ребенок. Это пассивный способ очищения. Но он не глубоко чистит, но все равно он легче чистит. Ну это как бы, ну, я не могу вам сказать, то, что я сказал, это вылечить диабет. Потому что если человек консулин начал колоть, все, там уже почвучная одна сама не будет работать. Но это продлевает жизнь. То есть если человек диабетчик, он зелень начинает больше есть, в высоте начинает подвижное положение тела практиковать аккуратно очень. И в воде, в приятной, прохладной воде, находится, или теплый даже, но не горячий, то любая вода охлаждает. Даже если человек теплый, долго сидит, ему все равно потом мерзнуть будет. Ну то есть внутри идет охлаждение. Вот такие советы простые при сахарной диабете. У нас есть еще лечение, я вам говорил, в уши мы ставим семена, и эти семена колоссально силой обладают. Мы можем поставить семена прямо для поджелудочной железы. И у меня есть одна пациентка, она правда знает русский, она живет в Болгарии, и в ней 30 лет стажа в сахарной диабете. И она поставила семена, у нее полностью нормализовался диабет, и начал снижаться инсулин, ну то есть она снижает дозу, и она чувствуется отлично, у нее все англипатии со студистой проблемой с организмом прошли, ну то есть она отлично себя чувствует. Но она делает, относится семена, выполняет все мои рекомендации по движению, и есть просто как можно больше зелени, все это, то все, что она делает, это такие советы. Ладно, все мои хорошие, больше по здоровью не спрашивайте, вы мне сорвете лекцию, у меня еще много чего вам есть сказать, всего 3 дня. Мои лекции люди слушают по 5-6 месяцев, очень много всего, что можно сказать, по 3 дня почти нечего сказать. Если вы хотите дальше разобраться по всем, у меня есть на английском языке, с английским переводом порядка 150 лекций, там точно 60 по личной жизни, там тонкости, все поймете, послушайте. А если хотите развивать свою отличность, еще 60, другие. Ну то есть много всего есть, что сказать, просто время мало. Но я говорю вам самое главное, потому что главная причина разрушения семьи, это то, что у человека не включается переключатель. я сейчас расскажу, что это такое. Вот смотрите, когда человек решил, что ему надо срочно что-то сделать в жизни, он включается в особый ритм, в котором он живет на истощении. Ну, психически это называется суета. Причина суеты, он думает, я вот еще немного как поживу, потом зато буду счастливым. Это очень ошибочное мышление. Понимаете, когда человек как-то начинает жить, а так большинство людей сейчас живут на этой земле, он перестает включать переключатель, то есть ему некогда выйти на улицу. Он говорит, зачем мне выйти на улицу, мне некогда, мне надо работать, мне надо ипотеку выплачивать, мне надо с детьми сидеть, мне надо там телевизор смотреть. Ну, то есть все, что ему надо, уже он не может от этого оторваться. И если он переключатель не переключает на восстановление, то рано или поздно он просто будет истощен. И тогда первое, что у него рушится, психика и здоровье, потом семья рушится, потом работа рушится, и он теряет все, что он имел в жизни. Потому что он не включает переключатель. Самые первые признаки истощения человека, три признака запомните. Когда надо переключатель, то есть надо идти на улицу, надо делать все эти вещи, которые я бы сказал. Первый признак – это нервозность, человек не может терпеть людей вокруг себя, он начинает нервничать, но он не устойчив психически. Второй признак – это козний сон, козний выхватывание ко сну, поздно ложиться спать. И третий признак – это перелетание на ночь. Все это человек делает, потому что ему надо снять напряжение. Не перелил, не заснул. Все, три признака есть, значит надо что делать? Заставлять себя. Хотите жить – живите, не хотите – помирайте. Жить означает переключать себя. Все, сегодня я пошел. Все бросаю и иду, 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 иду. Покрым замка нарезают круги. Теперь смотрите, мои хорошие, ходить не надо в горку с горки, ходить надо по прямой линии. Не давайте себе слишком большие нагрузки. Чуть-чуть там неровная местность – нормально. Но если сильно бегать, как у вас этот замок – это не вариант. Это не общение организма, это просто тренировка. То есть вы долго так нельзя делать, вы просто себя уробите. Бегать можно, да? Бегать только по прямой линии. Вместо ходьбы. Можно бегать в место ходьбы, если вы сильный человек. Но будьте аккуратны. И беги нагрузки в два раза больше. Поэтому надо следить за собой. Всем пока!